Виктор Агапкин попадает в объективы камер случайно. Просто решил искупаться. В заказнике это не запрещено. Но тут же к нему подходят сотрудники Министерства экологии. Напоминают о правилах посещения этого объекта. Раскроем карты. Виктор Агапкин наш водитель. Стаж более 40 лет. В пустынский заказник ездит еще больше. Прекрасно понимает, усиление контроля над соблюдением охранного режима позволяет заметно улучшить состояние региональных заповедников. Чтобы не портить природу. Есть машины, из которых масло капает. Где-то бензин подтекает. Все в реку. Все бы такие сознательные были. Прямо во время съемок замечен автомобиль, который подъезжает прямо к берегу озера. Увидев скопление людей, водитель спешно уезжает. Даже не подозревая, что наказание все равно не избежать. Номерата все заметили. Теперь его оштрафуют на 3000 рублей. Кстати, когда ловят нарушителей, те иногда посмеиваются. 3000? Да сейчас быстро скинемся. Но через какое-то время инспекторы могут прийти вновь и составить новый протокол. И так далее. Тут уже в пору кредит на штрафы брать. Отсюда может проявиться не всегда ожидаемая реакция. Учитывая воспитанность наших людей, неоднозначно. Но большая часть адекватна. Большая часть адекватна. И с пониманием относится то, что действительно здесь есть ряд ограничений. И они нормально к этому относятся. И не сопротивляясь подписывать какие-то бумаги, если они нарушатся. Нельзя разжигать костры, мусорить, ставить палатки, проезжать на автомобили, пасти скот, охотиться, рубить лес и использовать моторные лодки. Такое количество требований не на пустом месте появилось. Даже здесь совсем недавно всей этой красоты не было. Если бы вы были здесь, а многие, наверное, были здесь лет пять назад, то вот здесь, конечно, берег был гораздо более захламлен, загажен. Я сейчас вот прямо четко вижу сам, что идет позитив с мусором, например. Проблема решается. Раньше никаких тут баков не стояло. Раньше люди все оставляли за собой. Зря вся эта работа проводится. Сегодня в пустыне можно увидеть такие редкие растения, как папоротник, к слову, ровесник динозавров, или желтый ирис. Они пока не в красной книге, но растут далеко не везде. Кстати, о красной книге. Сравнив это произведение, образца 96-го года и последнее издание, можно обнаружить то, что многие виды из нее исключены. Не потому что исчезли, просто численность увеличилась в разы и стала оптимальной. Это и птицы, и животные, и растения. Всего 38 видов. Беркут, гагара, то есть, например, виды такие скопа, виды, которые не просто джучок или паучок, тоже нужны для защиты, вот, а виды, которые можно действительно встретить и в лесу обычному человеку, вот, их численность, например, увеличилась в несколько раз по сравнению с тем, что было. В том числе, если мы говорим, например, про пернатых, про птиц, да, это связано в том числе и с тем, что министерством проводилось ряд мероприятий биотехнического характера, направленных на увеличение численности, в том числе и этих видов. Например, эта организация мест гнездования, не инкубатор, птицы людей здесь не увидят. Теперь в нижегородских заповедниках можно встретить такие виды, как орлан-белохвост или даже черный аист. Его вообще десятилетиями не было. Я постоянно требую от всех, кто в этом направлении работает, активизацию деятельности, потому что можно спокойно пропустить какой-то процесс, если не будешь обновлять, добавлять к этому. Сейчас я совсем недавно подписал постановление о храняемой зоне в Борском районе. Там островная, пихтово-иловая, такая агломерация леса. Есть деревья по 70 метров, по 70 лет возраста, по 30 метров высотой. И, конечно, такую красоту надо сохранять. Всего в Нижегородской области более 400 заповедников и заказников. Это тысячи гектаров. Приятно было услышать, что браконьеров здесь не видели давно. Растет, значит, культура. Александр Быков, Алексей Александров, Ренат Бекбаев, Олег Климен. Объективно. ННТВ.